Семейные ценности – составная часть человеческой духовности и веры. Муфтиятам Республики Дагестан этот год был объявлен Годом Семьи. В связи с этим в Каспийске было организовано крупное мероприятие, название которого говорит само за себя. Как укрепить мир в семье? В кинотеатре Москва собралось около тысячи человек. Живое общение, ответы на вопросы, нашиды, поучительные видеоролики и в конце приятный сюрприз счастливой супружеской паре. Путевка на Малый Хадж. Обо всем по порядку расскажет Хамзанур Магомедов. Мероприятие такого формата, посвященное укреплению семейных ценностей, в Дагестане проходит впервые. На экране был указан номер телефона, на который зрители могли анонимно задавать свои вопросы экспертам. Отвечали на них руководители отдела ФЕТ в Примуфтияте Зайнула Атаев и семейный психолог Алясхаб Мурзаев. По самой пугающей статистике, до 80% прогнозируют разводы из 100 случаев. И первая причина, конечно, это общее падение института брака. То есть ценность семьи, она в сознании каждого человека, она начинает падать. Вопросы поступали самые разные. Кого-то беспокоила скупость мужа, кого-то ревность жены или вмешательство родственников молодоженов в семейную жизнь. Некоторые сообщения вызывали улыбку, а другие свидетельствовали, что ситуация зашла в тупик. Сохранить хотя бы одну семью от развода – такова главная задача мероприятия. Если бы наши молодые люди, прежде чем вступить в брак, изучали бы хотя бы самые элементарные нормы поведения в семье, права, обязанности, этикет супружеский, я думаю, их этих разводов было бы гораздо-гораздо меньше. Все, что в этом зале происходит сегодня, направлено только на то, чтобы та маленькая ячейка, новая семья, которая создается, понимала, для чего они вступают в брак, что такое семья и понимание счастья в семье. Между ответами на десятки вопросов зрителям показывали социальные ролики, в том числе о влиянии свекрови на своего сына и чрезмерной слежке за мужем. В качестве примера стойкостью любви и терпения показали видеоинтервью семьи Абдусаламовых, попавшей в тяжелую ситуацию после серьезной спортивной травмы главы семьи. Родители и дети, преодолевая вместе все трудности, обрели новый смысл в жизни. Спасибо. Вот ради таких слов можно вынести все проблемы, все испытания. Украшения мероприятия стали нашиды. Известные артисты на русском и арабском языке исполнили свои лучшие произведения о любви, надежде и вере. О мой пророк, тебе хочу быть ближе, любимый предводитель мусульман. Ну а в завершении мероприятия организаторы разыграли среди зрителей четыре путевки святые места Мекку и Медину. Победителями оказались две супружеские молодые пары. Очень рад, я хочу тоже не было. Начала, сейчас поедем с супругой. И начала, будем делать всем вам два тоже. И канал тоже, НТ тоже начала. С пустыми руками не отпустили и прекрасную половину человечества. Каждой женщине в этот вечер сделали приятный подарок. Вручили тюльпаны. Очень понравилось. И тема, честно говоря, злободневная. Потому что у нас очень действительно много разводов. И, как правильно там отметили, действительно нетерпимость к слабостям мужа, жены – это очень многое. Честно говоря, большую роль играет в семье. Очень познавательно, интересно для молодых семей. И так же и для взрослых сынов. Столько браков семейных спасли, кто это организовали. Это не только на один день, это на годы. Можно сказать, много семейных вопросов возникает. Очень сильное, очень сильное укрепление. Я, например, для себя много чего открыл. Много чего не знал. Подобные встречи организаторы планируют проводить во всех городах и районах республики. Проблема укрепления семейных отношений как никогда актуальна. И её решение – одна из главных задач общества. Ведь крепкая семья – это основа государства.